Друзья мои, всем огромный привет! Добро пожаловать на канал! Я снова рад всех вас видеть! У нас с вами сегодня парфюмерный обзор, и сегодняшнюю тему, парфюмерную тему, я хотел бы посвятить аромату бюджетного сегмента, которым я пополнил свою коллекцию. Которым я пополнил свою коллекцию, он был мной приобретен в Литуале, буквально недавно на днях, под названием Бандит. Ну так вот он называется, этот аромат. Сейчас я вам его покажу, и мы с вами подробно перейдем к обсуждению. Сейчас я вам расскажу, как эта композиция появилась у меня в коллекции. Ну, зашел я в Литуале, и смотрю, там стоят ароматы. Такие вот зеленые флакончики, тестеры, да? И такая вот незрачная, ни к чему не принуждающая такая вот упаковка, знаете, похожая вот на тестера, как обычно. Знаете, делал тестер просто из-за обычного картона. А вот, думаю, ну ладно, стоят и стоят, думаю, дай за тестю. Ну, затестил, там была небольшая линейка, и мне один из них понравился, вот этот вот. Вот, называется, видите, вот называется Бандит. А компания, которую вы производите, называется Дивайн Арома. Но, во-первых, я удивился, что, удивился, знаете, чему? То, что это сделано по лицензии Франции, но выпускает этот аромат город Ижевск. Ну, честно вам скажу, я, ну, может быть, я отстал от жизни, я не знаю, как это назвать. Но я, честно говоря, не помню, какие те или иные ароматы город Ижевск выпускал. Не помню, да, но Татарстан выпускает, а Москва выпускает, а Москва выпускает. Что выпускал Татарстан, ой, этот, Ижевск, Удмуртия, я, честно говоря, не знал об этом. Ну, вот, вот, ну, такой вот я, да, на самом деле его производит город Ижевск. Вот здесь даже на упаковке написано. Что самое интересное, что самое хорошее в этом, да, то, что здесь вот на упаковке, как вы видите, да, расписаны все ноты аромата, содержания, композиции, то есть это, я уже говорил об этом и буду говорить, да, то, что это очень удобно, когда ты приходишь в тот или иной парфюмерный бутик, хочешь приобрести ту или иную парфюмерную композицию, не надо лопатить интернет, изучая состав, да, то есть сразу все прочли, сразу послушали, даже если нету, вот у меня, как, например, бывает, да, если, например, нету тестера на тот или иной аромат, но на нем расписаны ноты, я примерно уже понимаю, по составу, подходит ли эта композиция или нет. Это вот тоже очень удобно. То есть бывают такие моменты, да, что не во всех магазинах вот выставлены тестеры, но если на упаковке написан состав, состав композиции, чтобы мне не лопать интернетом, ну, бывает всякое, да, сел телефон, еще что-то, вот. Я уже на упаковке читаю и смотрю, ага, подходит мне это или не подходит. Это очень удобно и за это большой респект компании-производителю. Divine Aroma, вот так вот он называется. Вот он в такой упаковке, я еще не доставал, он там внутри у меня. Вот. Три аромата было в линейке, может быть, их больше я не знаю, если вы знаете, об этом, пожалуйста, мне сообщите. Стоит он полторы тысячи. Честно вам скажу, дешево это или дорого это вам решать. Я считаю, что это, ну, такая нормальная приемлемая цена. Вот. Потому что у него, как мне обещали, стойкость на 4 часа, звучный шлейф, слышный шлейф, да. И я считаю, что это, ну, за такую цену это нормально. Это будет нормально. Теперь давайте сейчас его вскрою, и мы с вами посмотрим, что же все-таки там внутри у нас с вами находится. Потому что мне самому интересно. Я, да, естественно, я его затестил. Я его тестил, я его послушал. Но я теперь хочу все вот эти эмоции передать вам, как он мне звучит, и, ну, и рассказать свои впечатления про эту его композицию. Друзья мои, ну, вот достал я его из упаковки. Выглядит он вот так. Очень даже мило, симпатично. Чем-то он, мне кажется, похож на арабский, да, вот по дизайну. Ну, слушайте, прикольный. Потому что, во-первых, сейчас я говорю, я даже не знал, какая у них крышка. Ой, слушайте, а блестит-то как, а переливается. Ну, вообще. Не, ну, классно. 50 миллилитров объем. Они все стояли вот именно в таком виде, без колпачка. Именно тестеры были такие. Ну, я-то думал, что может там какой-нибудь там незрачный пластик, как вот мы привыкли, да, к этому. Но, честно говоря, вот такой дизайн мне очень даже тоже устраивает. Очень даже симпатично смотрится. Такое вот темное зеленое матовое стекло. Не матовое, а затемненное. И вот такая вот нахлобучка в виде крышки у него. Слушайте, ну, прикольно. С виду очень интересный, да, очень такой впечатляющий. А теперь давайте перейдем к самому аромату, к самому составу композиции. Да, единственное, что хотел заметить, что даже сейчас вот скрыв упаковку, вот эту вот, да, упаковку, здесь даже написано, ты сам решаешь, каким будет твой день. Вот так вот. Вот здесь даже на упаковке. То есть они даже внутри что-то написали. В принципе, молодцы, да, расписаны все ноты. Все вот расписан состав, производитель. Правда, ну, кривая наклейка, это ладно. Это уже мы с вами опустим. Да, вот видите, ну, криво наклеили. Ну, видать, в попыхах, в торопях. Ну, это куплено, простите, в Литуале. Хотя в Литуале тоже можно рваться на Левак. Но я не думаю, что вот эту парфюмерию будут делать как левую. Вот. Ну, как наклеили, так и наклеили. Вот. То есть здесь даже есть сайт divinearoma.ru. Потому что производитель Divine Aroma. И вы можете смело зайти на сайт и посмотреть все то, что они производят для нас с вами. Ну, друзья мои, давайте, не буду вас томить, давайте, наконец-то, перейдем к обзору и к затесту вот этой композиции. Но есть одно но в этом аромате. Мне все-таки... Слушайте, а как он блестит, а? Вы посмотрите, сейчас я его вот... Ну, прикольно сделан, прикольно. Вот. Я к чему? К тому, что мне непонятно, почему его назвали бандит. На мой взгляд, да, если вот, учитывая аромат, который должен звучать тот или иной бандит, ну, если вот мы об этом с вами говорим, да, он должен звучать более как-то тяжело, как-то вот узнаваемо, может быть, да, или, ну, не так изнежно, как вот эта композиция. Да, на мой взгляд, она немножечко изнежная. Но вы все знаете, что я люблю фрукты, что я люблю цветы в композиции, что я люблю зеленость, еловость, и поэтому вот это мое, почему я его сразу хватанул. И он даже мне при первом затесте показался очень даже классным. Тестят те два предыдущих, ну, которые вместе с ним стояли в линейке, я не стал... Я, может быть, их взял бы, да, для коллекции, но что-то они как-то мне тяжеловесными показались. Вот этот вот, он более такой вот интересный, на мой взгляд, показался мне, более раскрепощенный, более такой вот, знаете, с такой веселой ноткой, с такой вот увеселительный, романтичный, харизматичный, но никак не бандитский аромат. Почему бандит? Ну, как назвали, так назвали. Из песни слов не выбросишь. Ну, что, давайте перейдем уже к затесту, наконец-то. Друзья мои, ну, давайте, ладно, не буду вас томить, давайте, наконец-то, перейдем к затесту вот этой вот композиции, вот этого аромата мужского. Опять же, повторюсь, почему его назвали бандит, я не знаю. На мой взгляд, бандит должен звучать как-то более вычурно, да, более как-то вот томно, может быть, с какой-то запыльностью или еще с чем-то. Вот это, он более такой вот, знаете, более в романтику, более такой вот на выход куда-то, на свидание, на прогулку, то есть вот куда-то туда, ну, почему бандит, я вообще не понимаю, почему так назвали. Ну, назвали, назвали. Давайте сейчас его нанесу и расскажу вам свое впечатление, создавшееся. Ну, слушайте, ну, вообще, вот классный, да, вот как я его тестил на блотере, сейчас он в салфетке, он здесь такой вот именно лимонно-бергамотно-кедровый, сам по себе. То есть именно вот эти вот три ноты, они вот сейчас вот вылезают наружу, они дают о себе знать, они как-то вот себя проявляют в этом аромате. Уже там вот этот перец, розовое дерево, которое есть, они, может, где-то там, вот, знаете, вот, немножко в глуши сидят, и их так, ну, как таковыми можно ощутить, но это вот где-то вдалеке. Вот, если вам будет интересно, вы мне напишите в комментариях, я его разношу и скажу вам точно, сколько он на мне будет держаться, и отзывчивый шлейф или нет. Вот, если нет, ну, тогда не пишите ничего. Вот, если вам будет интересно, тогда сделаю просто продолжение. Жду ваших комментариев по поводу мною сказанного. Вот. Что я вам хочу сказать? Ну, класс. Ну, на зиму подойдет, но мне кажется, это более летняя, такая более весенняя, летняя композиция, соблазняющая, интригующая, и одновременно такая, знаете, вот, прижимающая, что-то, да, вот, такое вот, обволакивающая, вот, можно так его назвать. Но смотрится, честно вам скажу, вот, ну, классно. Мне нравится. Вот его сам по себе, вот, вид внешний, да, и нравится сам по себе аромат. Саму, сама композиция очень хороша. Очень. Я люблю вообще такие ароматы, когда вот есть, да, вот, в перемешку и травы, и цитрусы, и где-то еще и муск чуть-чуть добавлен, и где-то, может быть, еще и кожа, если вот немножко припорошить, и перчика добавить. Вот, но когда вот именно выделяется в первую очередь акцент цитруса и какой-то зеленухи, для меня это вот выше всяких похвал. Ну, в заключении, что я вам хочу сказать про вот эту композицию, друзья мои. Ну, в принципе, достойный, достойный аромат, даже достойный своих денег, тех же самых полутора тысяч. Даже если это окажется поливашкой, которой хватит всего на два-три часа, не больше, это очень даже, на мой взгляд, интересная будет композиция. Потому что, почему? Ну, потому что она классная. Мне понравилась. Вот честно вам скажу, мне понравилась. Вот. Даже если бы она мне не понравилась, я все равно бы вам про нее рассказал. Но. Кстати, вот есть какое-то напоминание о чем-то. И она мне, кстати, вот сейчас я вспомнил, да, почему у меня сейчас была пауза, я вспомнил, он мне чем-то напоминает, знаете, что вот, мне кажется, создан по мотивам, Хьюго Босс, Элегант Витивер. Вот что-то вот в эту, в ту степь он создан, да, вот куда-то вот, вот именно по мотивам вот Хьюго Босса вот этого, вот тоже самая была новинка в том году, Хьюго Босс, вот эти там шесть ароматов вышли, среди них был, который мне понравился, Элегант Витивер. Вот он чем-то похож. Может быть, он еще с чем-то будет схож. Я не знаю. Если вы его пробовали, обязательно пишите мне в комментариях. Мне тоже будет очень интересно ваше мнение. Ну, вот он где-то вот именно вот в сторону Хьюго Босса, вот туда вот он сделал, именно по тем мотивам. Ну, вот как-то так, друзья мои. Ну, все, родонечки мои, спасибо большое, что были сегодня со мной на обзоре. Спасибо вам за то, что вы меня поддерживаете. Спасибо, что вы вообще у меня есть. Я вам очень признателен. Сейчас будем с вами прощаться. Я хочу вам пожелать всего самого наилучшего, всего доброго, всего хорошего. Любите себя, любите близких. Не унывайте, все у нас будет хорошо. Вот. И вот с этим вот ароматом, с этим бандитом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Всех обнимаю, всех целую.